Господа! Выступает перед вами, с недавнего времени кандидант в МАДНУ, 30-го числа успешно защитился, 31-го, прошу прощения. АПЛОДИСМЕНТЫ Своей прямой деятельностью должен чем-то интересоваться, я интересуюсь мировой космонавтикой. И сегодня хочу вас с некоторыми интересными фактами, которые вы, скорее всего, знаете, но которые вы не помните по отдельным причинам. Итак, литература. Сейчас у нас в 2011 году был юбилей полета Гагарина, поэтому издательство «Эксмо» выпустило набор книжек из серии «Человек в космосе». Вот. Ну, скажем так, они на роль первоисточника-то вряд ли на них можно ссылаться. Они просто такие достаточно интересные книги про космонавтику. Интересная вот вышла в серии «Жозел. Биография Гагарина». Лев Данилкин написал очень хорошая книжка. Так. Ну и вот, пожалуй, самая, на мой взгляд, авторитетная. Это книга Бориса Евсеевича «Чертока. Ракеты и люди». Ну и я, соответственно, свою версию также заглавил. Эта монография, она в четырех томах, написана очень хорошим языком, читается легко. Вот. В интернете в FB2 есть, можете скачать, прочитать. Кому интерес у меня с собой тоже имеется. Ну, а вот эти книжки, они… их приятно просто в руках подержать. Итак, значит, начнем с самого начала. Откуда, собственно, пошла космонавтика вообще? Естественно, что все привыкли связывать историю космонавтики, начало истории космонавтики с Толковским. Но на самом деле все было несколько раньше. И можно сказать, что первый проект полета человека в космос был разработан нашим российским революционером Николаем Ивановичем Кибальчичем. Значит, он был революционером на родовольцем, участвовал в покушении на Александра II. Это было 1 марта 81-го года. Вот. Группа первомартовцев небезызвестная. 17 марта его арестовали, посадили, значит, в Петропавловскую крепость. Приговорили, естественно, к повешению, как и все остальные первомартовцы. И, находясь в Петропавловке, 23 марта, там буквально за 2 недели до казни, Кибальчич выдвинул людей летательного аппарата, который двигался бы на ракетном двигателе. Вот здесь вот представлена картинка, которую сам Кибальчич нарисовал. Вот. Он из-за стенок просил свою рукопись передать в Академию наук. Но поскольку был революционером, рукопись его в Академию наук передана не было. И окласку она получила только в 1918 году. Это уже после того, как Циолковский опубликовал свой главный труд. Ну и 15 апреля 81-го года он со стенок первомартовцами был казнен. Но имя Николая Ивановича Кибальчича не камнуло в лету, несмотря на то, что он является революционером. Его именем названы улицы. Скажем так, как у нас в Екатеринбурге многие улицы носят имена великих революционеров, террористов. Итак, следующий человек, которого все знают и который был, пожалуй, главным теоретиком в космонавтике и пионерам, это Константин Эдуардович Циолковский. Году жизни 1857-1935. Самая интересная работа Циолковского, всего он опубликовал более 400 работ. Это очень много. Первая работа и самая его главная, это исследование мировых пространств ракетными приборами. Эту его работу читал впоследствии и Королёв, и Гагарин, то есть все известные люди. Она опубликована в 1903 году. Циолковский первым высказал идею о многоступенчатых ракетах. То есть не так, чтобы ракета была одной монолитной, а чтобы она разделялась, то есть по ходу теряла свою массу, и чтобы, соответственно, можно было приобрести большую скорость. Известна формула Циолковского. Она достаточно простая и показывает, какую максимальную скорость ВК может достигнуть ракета, значит, если у неё начальная скорость была В нулевое, У текущая скорость, значит, МТ — это масса начального запаса топлива, и МР — это масса корпуса собственной ракеты. Вот эта формула Циолковского, она применяется до сих пор при расчёте полёта ракет. Что же тем временем происходило в Америке? Вот, значит, Циолковский — это 1903 год, Америка на месте тоже не стояла, и вот первым человеком, можно сказать, который создал жидкостный именно ракетный двигатель, это был американец Роберт Годдард. В 1914 году он зарегистрировал два патента, вот я их здесь привёл. Первый патент — это многоступенчатая ракета, то есть то, что Циолковский предложил в теории, Годдард, можно сказать, реализовал в практике. И второй патент — это ракета на бензине и жидком оксиде азота. Значит, бензин топлива и жидкий оксид азота — это акислы. То есть Годдард первым создал ракету с жидкостным ракетным двигателем, ЖРД так называют. В 1919 году он в публикует работу о возможности полётов на Луну, то есть уже тогда люди задумывались о том, не как просто Землю облететь, а как бы ещё на Луну можно было попасть. И 16 марта 1924 года, Годдард первым запустил ракету с ЖРДС. Вот здесь я привёл параметры того полёта. Значит, масса ракеты составляла всего 4 килограмма, 4 килограмма 200 грамм, если более точно. Высота. Вот эти цифры я сейчас привожу для того, чтобы потом можно было сравнивать с тем, что было дальше. Значит, высота всего 12,5 метров полёта. Дальность 56, то есть она уже поднялась, потом по баллистической траектории, по параболе поземлилась. И время, которое ракета в полёте находилась всего лишь с половиной секунды. Вот. Дальше, что было интересно. В 1929 году, 17 июля, Годдард первым запускает ракету с фотокамерой. Причём, что интересно, значит, ракета, значит, взлетела, упала, но фотокамера не разбилась. То есть всё оборудование, которое было на ракете, оно осталось живо. И, значит, в 1929 году впервые были получены аэропотоснимки. То есть фотоснимки, полученные с ракеты. Следующее имя, которое все скорее всего знают, да, это Вернер фон Браун. Здесь в заголовке слайда неспроста написано «третий рейх США». Значит, ну, в 1929 году это всё-таки был ещё не «третий рейх», это была ещё Германская империя, где Вернер фон Браун родился. Но основные свои работы он выполнял, как это ни прискорбно, но в эпоху Гитлера, то есть в гитлеровской Германии. Значит, Вернер фон Браун был первым человеком в мире, который создал баллистическую ракету «Большой дальности». Это были 1932-1933 годы. Высота полёта этой ракеты была до 2,5 километров. Сравниваете, да, с той величиной, которая была. Значит, в 1942 году состоялся первый полёт баллистической ракеты Фау-2. Значит, про Фау-2-то кто-нибудь знает? Что-то такое. Откуда такое было, слышите, да? Значит, Фау-2 — это ракеты, которыми немцы запугивали англичан во время Второй мировой войны. Буква Фау — это от немецкого слова «возмездие», то есть оружие «возмездие» в первенном славе, насколько я помню. Ракета была сферозвуковой. Вот у неё скорость — 620 километров в час. Всё это происходило на базе Пенемюнде в Германии, где создавались ракеты и откуда они потом запускались. Дальность составляла 320 километров, вполне достаточной для того, чтобы до Лондона долететь. Высота — 100 километров. Замечаете, да? То есть сейчас считается, что высота 100 километров — это граница космоса. То есть ниже 100 километров — это ещё атмосфера, это ещё Земля. То, что выше 100 километров — это уже космос. То есть Фау-2 — они практически были космическими ракетами. Ну, здесь, значит, схемка её представлена. Вот здесь у нас находится, что, атомол, да? Виталом на спирте. Здесь был кислородокислитель. Значит, спирт с кислородом прямотоком попадали в сопла. Ну и дальше, соответственно, камеру сгорать. Про боевую мощь этого оружия. На самом деле боевая мощь её была ничтожна. Точность попадания, несмотря на то, что вот здесь был гироскоп, который позволял ракете как-то самоориентироваться в полёте, точность была невысока. Всего было запущено по Лондону таких ракет порядка 6 тысяч. Цель достигла где-то около 200-300. То есть как оружие вот эти вот Фау-2, они были неэффективны. Погибло от деятельности фон Брауна чуть-чуть порядка 3 тысяч человек. Конечно, по абсолютному значению это да, это много, но по процентному соотношению погибших во Второй мировой войне это всё-таки более процентно. 2 мая 1945 года Вернам фон Браун вместе со своим братом не смогли сделать ничего лучшего, как сдаться американцам. Были варианты, да, либо сдаваться нашим русским, либо сдаваться американцам. Фон Браун, значит, правильно подумал, что русские его просто згнобят за стенку. Поэтому, поймав первого американского солдата, он сказал, что всё, я верно, фон Браун, я создал ракету Фау-2, я сдаюсь. После этого фон Брауна вместе с 100 немецкими учёными эвакуировали в Германию вместе с частью документации по ракетам Фау-2, эвакуировали из Германии в Америку, и дальше фон Браун развивал свою деятельность уже в США. И, в частности, он создал замечательную ракету-носительность Сатурн-5, которая для американцев была хорошим таким подспорьем. Она выводила, в частности, космические корабли Джемини, и далее участвовала уже в проектах Аполлон, чтобы доставить космические корабли на Луну. Ну, вот здесь вот фотографии, собственно, это двигатели Сатурна-5, и вот, собственно, сам, верно, фон Браун рядышком, создатели творения. Здесь, значит, фотография подготовка к запуску Фау-2, и здесь параметры траектории этой ракеты. Ну, видно, да, траектория параболы, обычная баллистическая траектория. Что тем временем происходило в СССР? В СССР в те времена организовывалась группа изучения реактивного движения, сокращение ГИРД, и в основании этой группы участвовали два замечательных человека. Это Фредрих Артурович Сангер и Юрий Васильевич Кондропюк. Ну, вот мы его знаем именно под фамилией Кондропюк. На самом деле его звали Александр Ивначевич Шагрей. Он был белым офицером, поэтому, когда в власти пришли красные, опять же, значит, чтобы с белым прошлым как-то развязаться, он полностью сменил фамилию Мерч. Вот. Значит, Сандер был замечательным конструктором. Он создал первые советские ракетные двигатели, это ОР-1, где, значит, воздух с бензином были в смеси, и у ОР-2, то кислород, бензином. Группа изучения реактивного движения была создана в 31-м году, и сами члены группы вот эту вот аббревиатуру ГИРД расшифровывали как группа инженеров, работающих даром, потому что на самом деле за их разработки тогда никто ничего не платил. Они работали в свободное от основной работы время, занимались вот этой конструкторской деятельностью, и вся работа строилась исключительно на энтузиазм. И 25 ноября 1933 года, собственно, благодаря этому энтузиазму, была запущена первая советская ракета жидкостным ракетным двигателем, которая называлась ГИРД-10. Значит, здесь это не буква Х, это ГИРД-10. Кондракюк, значит, после смерти Цандера в 33-м году продолжил работу группы, и известен он тем, что он первым рассчитал оптимальную траекторию полета на Луну. И вот этой траекторией, которая сейчас называется «Дорога Кондракюка», прямо в американской литературе так и называется, в английской, этой траекторией пользовалась НАСА для запуска, собственно, Аполлонов на Луну. Значит, Кондракюком были предложены еще в 1919 году. Значит, те вещи, которыми космонавтика пользуется сейчас. Например, использовать атмосферу планеты для торможения. Например, выводить корабли на околопланетную орбиту для того, чтобы потом осуществить вызов. То есть так, как американцы делали. Значит, сразу говорю, когда советские ученые хотели на Луну высадиться, предполагалось, что не будет вот этого вот орбитального модуля, который вокруг Луны будет летать. А что значит, с Земли ракета сразу, там совершив полвитка, прилуниться и потом полетит обратно. Американцы пошли, собственно, по пути, который предложил Кондракюк. Значит, следующие два имени, которые полезно знать, это Николай Иванович Никомиров и Борис Сергеевич Петропавловский. Значит, эти два человека участвовали в создании следующего института, который занимался изучением реактивного движения, это газодинамическая лаборатория, сокращение ГДЛ. К ней я расскажу немножко дальше. В следующем слайде, значит, эта лаборатория была создана в Ленинграде. Сейчас на месте этой лаборатории в Ивановском уравлении Петропавловской крепости замечательный музей. Кто в Питере в год, можете сходить. Вот. И, значит, эти два человека, они известны тем, что разработали ракеты с бездымным порохом. Вот это ракеты РС-82 и РС-132. Циферки обозначают диаметр этих ракет в миллиметрах. Вот эти ракеты, они поступили на вооружение нашей российской, тогда уже советской армии, и ими были снабжены все гвардейские минометы БМ-13 Катюш, которых немцы очень боялись. Петропавловский после смерти Тихомирова разрабатывал ракеты для тяжелых бомбардировщиков, в частности для ТБ-1. Итак, далее. Новая эра началась с двух фамилий. Это Глушко Валентин Петрович и Сергей Павлович Королёв. Это два великих, без преувеличения, конструкторов. Глушко был конструктором двигателей, благодаря которым, собственно, Королёвская семёрка полетела. А Королёв, о котором было сказано дальше, он был главным конструктором. Главным конструктором ОКВ-1, которая потом, позже, превратилась в ГДЛ. Значит, Валентин Петрович Глушко зачислил в штаб ГДЛ в 29-м году. Должность руководителя сразу по разработке электрических и жидкостных ракет. В 30-м году представил двигатель ОРМ-1. Значит, топливом там был тоол или бензин, а окислителем использовало четырёх окислей азоты, или жидких кислоток. В 33-м году на базе ГДЛ создаётся РНИИ, это Ракетный научно-исследовательский институт, не ракетный, реактивный научно-исследовательский институт. Глушко в нём руководит сектором по разработке ракетных двигателей на азотно-кислом топливе. И конструирует всем известные ракетные двигатели РД-106, РД-107 и РД-108, которые стояли потом на ракете РСМ-1. Вот здесь на фотографии из книжки, собственно, РД-107 представлен. А вот как теперь выглядит Ивановский рейвелье. Это мемориальная доска на нём. Ну и вот здесь внутри можно посмотреть макеты всяких там космических кораблей, спутников и так далее. Стоит спускаемый аппарат Союза. Можно внутрь заглянуть. Значит, рабочий кабинет. Там два рабочих кабинета есть. Можно посмотреть, как, собственно, конструкторы в те времена работают. Никаких, естественно, компьютеров, ничего. Там максимум логарифмическая линейка. Тем не менее, благодаря уже тем средствам можно было вот такие вот двигатели проектировать. То есть вот это вот РД-107, это первая ступень. Вот это РД-108, это вторая ступень. Сергей Павлович Королёв. Значит, годы жизни написаны. Прожил он, к сожалению, немного. Смерть его, можно сказать, была трагической. Зарезали его на операционном столе совершенно так. Просто по безлаберности медиков. Некоторое время Королёв провёл в лагерях. Потом работал в так называемой шарашке. То есть это особое конструкторское бюро. То есть там фактически заключённые, которые впали в немилость там товарищу с фамилией Джубешвили, работали забесплатно, проектировали там самолёты, ракеты, на благо советской науки. При этом находились в заключении. Вот существует такое мнение, что не будь фон Брауна, не было бы и Королёв. Мнения в разных источниках расходятся, но известно то, что документация по ПАУ-2 поступила не только в Америку, но и к нам. Королёв имел возможность полностью изучить всю документацию, познакомиться с устройством ракеты. И на основе ракеты ПАУ-2 он создал свою первую ракету, которая называется Р-1. Собственно, вот здесь вот две ракеты. Вот это ПАУ-2, а вот это Р-1. Надеюсь, если не что называется. Ракеты действительно были очень похожи. Королёв в свою Р-1 внёс незначительные изменения для стабилизации полёта. Ну, как видно, вот здесь вот стабилизаторы более развитые, чем ПАУ-2. Р-1 было создано и запущено в 1948 году. С 1946 года, до своей смерти в 1966, Королёв был первым главным конструктором, причём именно должность пишется с большой буквы, главный конструктор, ОКБ-1. ОКБ-1 — это конструкторское бюро, основное, которое занималось проектированием наших ракет советских, в которое преобразовались ГДЛ, РНИ и ГИРД. То есть вот все вот те структуры, они потом стали одним большим ОКБ-1. В конструкторском бюро, естественно, работало очень много людей. Конструкторов было очень много. Вот Валентин Петрович Блушко был конструктором по двигателям. Были главные конструкторы по, например, проектированию космодрома. Для проектирования Байконура там очень много людей задействовано было. Значит, надо было проектировать стартовый комплекс, значит, средства доставки ракеты к старту и так далее. То есть было задействовано очень много людей. Сергей Павлович Королев отличался тем, что он мог вот эту большую группу организовать. И именно благодаря его таким организаторским способностям вся вот эта вот огромная махина, она смогла в очень короткие сроки, вы посмотрите, да, с 48-го года, 48-й год РНИ запущено. Значит, первый запуск человека в космос — это у нас 61-й. То есть прошло сколько? 48-58, всего-то каких-то там 13 лет. Вот за 13 лет практически с нуля смогли поставить на ноги советскую космонавту. Самая известная ракета, которую создал Королев, — это Р-7, «семерка». Значит, эта ракета-носитель, она стала и носителем первого искусственного спутника Земли, и первого живого существа в космосе, и последующего, значит, первого человека, который в космосе веке. Значит, даты здесь у меня написаны. Дальше мы об этих полетах поговорим. Времени, что уже мало. Итак, значит, искусственный спутник Земли, СЗ-1. Дата запуска — 4 октября — это еще 957-го года. Ну, на мой взгляд, вот эту дату лучше бы помнить так же, как 12 апреля, потому что это был первый фактически шаг успешный в мировой космонавтике, не просто советской, мировой. Значит, посмотрим на параметры искусственного спутника. Вот здесь, собственно, ракета-носитель Р-7, видите, она имеет несколько непривычный для нас вид, да, отличается от корабля «Восток», потому что здесь нет самого космического корабля, а спутник находится вот здесь, под оттекательным. Это схемка спутника, как он устроен внутри. Устройство самое простейшее, там был просто один передатчик, который работал на двух диапазонах. Когда спутник вокруг Земли летал, он издавал известные всем сигналы и битки, которые можно было ловить по всему миру. Вот это макет спутника, который находится в Мемориальном музее космонавтики на ВДНХ. Масса спутника была 83,6 килограмма. Высота полета, значит, здесь оговорюсь, видите, значит, при движении тела вокруг Земли, если орбиты имеют аллептическую форму, то высоты полета в год разные. И берут две точки, точка апогея и точка перегея. Значит, апогея — это максимальное удаление от Земли, перегея, соответственно, самое ближнее положение к Земле. Максимальное удаление нашего первого спутника было 947 километров, минимальное удаление — 228. Обращался он вокруг Земли за примерно 100 минут и окончил свой полет в горе в верхних слоях атмосферы и в октябре 58-го года. То есть прилетал не так, чтобы много. В США тем временем народ кусал локти, потому что космонавтика в США развилась по-другому, в отличие от Советского Союза. 6 декабря, значит, тут дату помним, да, это у нас еще 4 октября, здесь 6 декабря, то есть спустя уже два месяца, американцы с бомбой обставили первый запуск своего спутника. Назывался он «Авангард», идущий впереди. Значит, радиокомментаторы там этот полет комментировали, все камеры были нацелены на «Авангард». Но, значит, «Авангард» оказался в «Ридергарде», и через 2 секунды после старта он благополучно взорвался. Спутник, который у него вот здесь вот сверху находился, отделился, упал в кусты и, значит, подумал, что находится в космосе, и начал передавать земли сигналы. Вот. Американцам было не до смеха, в общем-то, потому что и так на 2 месяца опоздали, а тут еще и такое. Как этот бедный спутник только не называли, там, мегафлопом и еще чем-то, в общем, всячески опускали. Успешно американцам удалось запустить спутник только 1 февраля следующего, уже 58-го года. Значит, этот спутник называется «Эксплорер-1». Вот он здесь на картинке у меня тоже, мы приведем. Выводился он ракетой-носителем «Юпиллер». И давайте посмотрим, вот насколько параметры нашего спутника отличались от американского. Значит, наш весил 84 килограмма, американский всего 14. Это говорит о мощностях ракеты-носителя. То есть американцы к тому времени не могли создать достаточно мощную ракету, чтобы выводить большую массу. А, значит, положение державы в космическом пространстве, оно в первую очередь определяется мощностью ракеты-носителя. То есть, ну, насколько большую массу может держава выкинуть в космос. Высота «Апогея» здесь побольше была, почти 2000 километров. И полет продолжался до 31 марта 70-го. Летал этот спутник гораздо дольше. «Авангард» тоже, в конце концов, удалось запустить. Он был следующим после «Эксплорера». В конце февраля его запустили, и он там до сих пор летает. То есть второй американский спутник до сих пор летает по орбите, пока его там какое-нибудь небесное тело не собьет. Почему Америка отставала от Советского Союза? Вот как вы думаете? Вроде бы Америка, там, развитая страна, да, капиталисты. Почему же они от Советского Союза в космической гонке остались? Конкуренции. Действительно, у нас конкуренции не было никакой. То есть у нас все это было поставлено в первую очередь на госзаказ, это была оборонка. То есть Королеву обосновать запуск первого спутника, запуск первого человека удалось только благодаря тому, что все это было якобы нацеплено на оборону страны. То есть последующим возможным запуском там военных спутников, не знаю, компредирования Америки и так далее. Американцы. Капиталистическая страна. Очень много предприятий, которые работают, значит, по тендерам, по госзакупкам. Соответственно, все идут в разнобой. Разные компании друг с другом не контачат. Поэтому, естественно, были накладки. Процент запуска удачного в Советском Союзе, вот в самом конце лекции у меня будет показательная такая картинка, вот процент запуска в 50-х, в конце 50-х, в начале 60-х годов в Советском Союзе был очень велик. В США корабли бились только так. То есть когда в товарищах согласия нет, на ЛАТО дело не пойдет. Поэтому мы США в этом месте опередили. Следующее важное событие, которое произошло через месяц, после запуска первого СССР, был запуск СССР-2. Ну, здесь я его так называл, это первый советский конток. Цинично, но тем не менее это так. Значит, тогда у нас руководителем страны был Никита Сергеевич Хрущев, который после удачного запуска искусственного спутника, значит, вызвал Ксения Королева и сказал, чтобы мне в годовщине ноября запустил в космос что-нибудь живое. Там 4 октября до годовщины революции оставался месяц. Тем не менее, значит, Королев, скрипя сердцем за этот месяц, сумел создать искусственный спутник-2, поместив на борт живое существо, собаку-лайку. Запуск состоялся 3 ноября 1957 года. Вот так вот этот спутник выглядел. То есть помимо вот этого шарообразного тела здесь находилась специальная кабина для собаки. Поскольку ничего для жизнеобеспечения тогда толком еще делать не могли, был там единственный вентилятор, который эту бедную лайку обдувал. Но поскольку по данным первого спутника телеметрия была не особо, значит, проиграть все события, которые будут происходить на борту, не было никакой возможности. И к тому же всего месяц на все про все. Значит, итак, что у нас было с собачкой-лайкой? Высота полета 1660 километров в Апагея. Окончание полета спутника-2 14 апреля 1958 года. Вот. А вот окончание передачи телеметрии через 5 часов. То есть корабль стартовал, через 5 часов вся информация перестала поступать. Произошло это от того, что на борту просто наступил перегрев. Температура тела здесь в кабине поднялась за 40 градусов, и бедная собачка просто езжается. Изначально это был полет в один конец. То есть о возвращении не было никакой речи. То есть лайка, она и так была смертником, только летать она должна была неделю. Ну, пролетала 5 часов. Возможно, хорошо, да? Побыстрее. Сейчас собачка увековечена. На почтовых марках, на конвертах, сигарету на Советском Союзе выпускали. Вот. Значит, стоит памятник вот такой вот, милый, на мой взгляд, о Институте медицины и космонавтики. И полет лайка вызвал очень широкий общественный гранат. Естественно, очень большое количество организаций защитных было против такого жестокого обращения с животными. Ну, на самом деле ничего не оставалось, да, кроме как экспериментировать на собаках. Итак, первыми вернувшимися из космоса животными были наши две собачки Белка и Стрелка. 19 августа 60-го года состоялся этот полет. Обратите внимание, масса спутника уже 4,5 тонны. То есть насколько увеличивается мощность ракет-носителей. Собачки с совершением 17 летков вокруг Земли поднялись на высоту. Вот посмотрите, высота уже маленькая. То есть вот те спутники, которые нацелены на то, чтобы не возвратиться, летают себе, летают, у них высота в АПГ может достигать 2000 км. Здесь же самое главное, потом спутник вернуть назад. То есть высота подъема должна быть небольшой, чтобы тормозные двигатели сработали. Значит, собачки у нас полетали на высоте 324 км. Они летали чуть больше суток и успешно вернулись на Землю. Вот здесь представлены у меня экспонаты музея космонавтики в Москве. Вот это вот скафандр, который собачьи кондивали. Вот здесь чучело этих бедных животных упокоено. Вот здесь вот макет космического корабля, в котором они летали. Ну и вот это спускаем в анкапсулу, в котором собаки на Землю вернутся. Значит, щеночек белки впоследствии оказался в руках жены президента США Джона Кеннеди, Жаклин Кеннеди. Назвали ее пушиночком. Вот этот полет был удачный. А вопрос по ходу можно? А почему именно с собаками у нас в космос куляли? Вопрос хороший. Почему именно с собаками? И что происходило тем временем в США? Американцы пошли по другому пути. Значит, раз надо запускать человека в космос, то на ком лучше всего имитировать? Ну, конечно, на человекообразных обезьев. Поэтому американцы взяли для экспериментов шимпанзе. Почему наши взяли собак? Естественно, значит, шимпанзе они человека больше имитируют. Они, во-первых, на человека похожи, точно так же испытывают должны перегрузки и прочее. Но шимпанзе очень сильно нервничают, как и человек. То есть шимпанзе присущие эмоции. Ее выдрессировать очень сложно. Поэтому у американцев тоже очень много случалось накладок с обезьянами. Собаки дрессировались очень хорошо. Значит, натренировать собачку для того, чтобы она неподвижно находилась в космическом корабле, для этого уходил примерно месяц. То есть за месяц собака привыкает к тому, что она будет связана, что она будет связана не короткий промежуток времени, а там, допустим, сурки, а то и больше. При этом она себя ведет вполне адекватно. Она не кидается на людей. С шимпанзе такого нет. Американцы свою обезьянку удачно запустили 31 января 61-го года. Значит, летала она на ракете носителей Меркурия и Редстоун Ла. И вот еще чем американская космонавтика отличалась от нашей? Наши полеты сразу были нацелены на орбитальные витки. То есть чтобы космический корабль набирал первую космическую скорость и становился искусственным спутником. Американцам мощность ракет этого не позволяла. Поэтому у них полеты были суборбитальные. То есть траектория космического корабля была баллистическая. Длительность полета была буквально 15-20 минут. Он, конечно, выходил в космос, но это был своего рода прыжок. То есть поднялся, опустился. Никакого орбитального полета. Обезьянки в США, кстати, летали еще на Фау-2, что интересно. Вот этот факт мало известен, но на Фау-2, вот на этих ракетах, которые были боевыми, вот туда вместо боезаряда американцы сажали собачек, обезьяна и тоже благополучно запускали по полистической троекции. Выживало мало. В Советском Союзе процент выживших животных был гораздо больше, чем в США. Итак, следующий важный шаг — это первый полет человека в космос. Значит, здесь никому напоминать не надо, да, Юрий Алексеевич Гагарин, 12 апреля 1961 года. Был у него позывной «Кедр», летал он на ракете-носителе «Р-7», корабль у него назывался «Восток». Дальше «Востоков» было еще парочка, но вот «Востоку» Гагарин на индекс не приписывают, он называется просто «Восток» без единички. Высота полета, вот что интересно, 327 километров, при расчетной 227. Вот здесь случилась накладка. Когда, значит, кончила работать вторая ступень, третья ступень выключилась немножко позднее запланированного, не сработала автоматика. Поэтому орбита Гагарина была на 100 километров выше расчета. На самом деле Гагарин мог из космоса просто не вернуться. Почему? Потому что для того, чтобы с такой высоты до земной атмосферы долететь, нужна верная работа тормозной установки. Если бы тормозная установка не сработала, у Гагарина было все автоматически. То есть наши советские инженеры доверяли больше автоматике, чем человеку. Не знали просто, как человек себя будет вести в таких условиях. Поэтому все было автоматически. Если бы тормозная установка вовремя не включилась, то вот с такой орбиты 327 километров, вот просто по спиральной траектории, по действиям силы тяжести, корабль бы спускался примерно 20 суток. На борту «Востока» запас жизнеобеспечения был ровно на 7. Ну, соответственно, Гагарин бы просто ничего сделать не смог. Вот, время полета, тоже все знают, 108 минут, которые изменили мир. Гагарин совершил всего один виток. Наши тогда рисковать не стали. Первого человека запустили всего на один виток. На самом деле он даже замкнутым не был. То есть вот совсем немножко он не дошел до точки начала траектории. Ну, вот здесь, собственно, запуск «Востока», фотография космодрома Байконур. Вот это макет космического корабля, как он выглядит. Собственно, вот это вот приборный отсек, ну, вот это спускаемый аппарат. Интересный факт. Вот Гагарину максимальную высоту полета не засчитали. Значит, тогда все времена за этим следило специальное ведомство летчиков. Значит, тогда учитывали всех рекорды мировые, да, поскольку все это дело разбивалось. И вот эту максимальную высоту 327 километров мы не зачли. Почему? Кто знает? Нельзя было написать как 227. Нет, не в этом дело. То есть вот эта вот цифра 327, она тогда была известна. То есть это была реальная цифра. Она просто была засекречена с простой смертной. А значит, там, на космодроме, высота полетов вполне себе была зафиксирована. Почему же Гагарину не засчитали максимальную высоту полета как рекорд? А все по одной простой... А? Необходимое время. Нет. Он не управлял. Во-первых, то, что он не управлял, это не самое главное. А главное, то, что он катакфультировался. Значит, тогда наши инженеры еще на Востоке не разработали тормозную систему у спускаемого аппарата. То есть сейчас-то у нас у Союзов, ну и у Восходов уже у следующих, были подтормаживающие двигатели, чтобы посадка-то мягкая была. Одного парашюта недостаточно. Вот. На Востоке этого еще не сделали. Поэтому Гагарин на высоте примерно 8 километров катакфультировался и приземлился отдельно от спускаемого аппарата. По правилам воздухоплавания полет считается законченным тогда, когда пилот приземлился вместе со своим питательным аппаратом. В случае с Гагариным этого сделано не было. Вот здесь у меня нарисована схемка того, как проходил, собственно, запуск ракеты и потом ее приземление. Ну и вот видно, да, Гагарин отдельно, мухи отдельно, котлеты отдельно. Вот. Вот это вот схемка корабля Восток. Ну и вот всем нам известная, много где она фигурирует, эта картинка, да, сам космический корабль Восток. Вот здесь показано отделение первой ступени. Вот это Восток на старте. Вот видите, вот здесь вот такие вот очень тонкие перемычки. Это то место, где сам космический корабль, вот это у него головной обтекатель, космический корабль находится внутри, отделяется от второй ступени. Вот это вот все, это вторая ступень, и третья находится вот здесь, самим космическим кораблем. Вот здесь для сравнения приведены масштабы ракет. То есть как у нас сейчас увеличивается. Вот это вот союз, который сейчас летает. В Америке тем временем. Итак, первым космонавтом американским, можно считать Алана Шепард, да, значит, полет был суборбитальный, как и у всех живых существ в Америке до этого. Состоялся он 5 мая 1961 года, то есть спустя чуть меньше месяца, да, после полета Гагарина. Ракета-носитель была Mercury Redstone 3. Корабль назывался Freedom 7, я про нее дальше немножко скажу, почему именно 7. Высота полета всего, да, 186,5 километров, но в отличие от полета Гагарина, полет Шепарда был управляем. То есть как только корабль вышел на заданную высоту, кончили работать двигатели, Шепард взялся за мочкой управления. Он произвел маневр и направил корабль к посадке, и сам включил тормозные двигатели. То есть полет американцев отличался тем, что они доверяли прежде всего человеку не автоматике. Ну и полет Шепарда составлял всего 16 минут. Вот это вот, собственно, так выглядела ракета-носитель Mercury Redstone 3 с этапическим кораблем, кораблем Freedom 7. Вот первым американцем, который совершил орбитальный полет, был Джон Глент. То есть вот эти два имени тоже можете запомнить. Алан Шепард — это первый американец, который совершил космический полет, пусть даже суборбитальный. Джон Глент совершил первый орбитальный полет среди американцев. Вот у всех людей, которые, ну большинства, которые у меня здесь в лекции присутствуют, указаны годы жизни с какого-то по какой-то. Джон Глент до сих пор живет в Сградске. Он родился в 21-м году. Значит, он совершил свой орбитальный полет 20 февраля 1962 года. То есть почти через год после того, как летал Гагарин. Время полета 4 часа 55 минут. Он совершил три витка вокруг нашей Земли. Высота орбиты, видите, тоже маленькая, 120,7 километров. Корабль у него назывался «Фрэншип-7». Ракета-носитель Mercury Atlas 6. И Джон Глент — это на данный момент самый пожилой человек, который слетал в космос. Второй полет он совершил в возрасте 77 лет. Вы думаете, да, 77 лет космонавт. Это был 1998 год на борту шаттла «Дискайвери». То есть вот это вот фотография Джона Глена времен Меркьюри, а вот это времен полета на шаттле «Дискайвера». Вот это, собственно, Меркьюри Atlas 6, который отрывается от Земли. Ну и теперь в завершении лекции поговорим о тех людях, которые в космос полетели и которые не полетели. У нас, в Советском Союзе и в Америке. Итак, первый отряд космонавтов у нас насчитывал 20 человек. Вот, собственно, все они перед вами. Сергей Павлович Королёв среди них. Вот он здесь, в самом центре. Опять же, чем отличался подход американцев и наших? В Советском Союзе все имена и фамилии были засекречены. Гагарин даже своей семье не мог сказать, чем он занимается. То есть когда он уезжал в длительные командировки, в звездный городок, на тренировки, он говорил жене Валентине, что едет просто тренироваться на самолетах, на новой детстве. На какой конкретно ни говорил. Также и все остальные космонавты. То есть их деятельность была засекречена. В Америке отряд Меркьюри-7 знали все. Причем знали именно всех семерых человек. О них я немножко дальше скажу. Значит, у нас имена первых космонавтов, они для широкой публики, в общем-то, неизвестны. Итак, давайте их перечислим. Вот они все перед вами. Это те люди, которые входили в первый отряд. Ну, навскидку, вот сколько вы здесь народу можете знать лицо или хотя бы слышали фамилии? Титов. Так, ну Титов понятно, да? Гагарин. Кто еще? Комарок. Комарок, да? Леон. Леон. Наверное, все. Барламов. Ну, он нравится. Это из другой. Барламов. Он Барламов. И Барламов был. И тот Харламов был, кстати. Который какие-то. Итак, то есть вот четыре человека, да? Которые более-менее на слух у всех. Остальные людей никто не знает. Итак, давайте на них посмотрим. Итак, Павел Беляев, Валерий Быковский, Борис Волынов, Владимир Комаров, Алексей Леонов, человек, который первым вышел в открытый космос. То есть Андреан Николаев, Павел Попович, Герман Титов, это был дублер Гагарина. Отдельная история про то, как выбирали первого космонавта. Значит, когда уже выбрали двух человек, Гагарина и Титова, значит, Николай Команин, это известный летчик времен Второй мировой войны, но и, значит, он руководил этим отрядом космонавтов первым. У него была большая нелема, между кем выбрать, то есть как выбрать между Гагарином и Титовым. Одним из моментов, который был в пользу Гагарина, было то, что имя и фамилия, имя и отчество у Гагарина были вполне себе русские, Юрий Алексеевич. Тогда как вот Титова звали Герман. Он тоже был вполне себе русский, он с Алтайского края. Гагарин, он из Смоленской области, то есть все-таки ближе к центру, ближе к Москве. Алтай, он где-то там, в горах, ближе к Востоку. И отец Германа, Титова Степана, он очень любил Александра Сергеевича Кушкина. Поэтому сына, недолго думая, называл персонажем пиковой дамой. Ну и имя, соответственно, не русское Герман. Как-то нехорошо первому космонавту носить не русское имя. Поэтому в силу политических причин выбрали Гагарина. Вторая причина была в том, что Гагарин был менее вынослив, все-таки, чем Титов. Гагарину предстоял всего один леток, 108 минут. Следующий космонавт, которым стал Герман Титов, должен был летать в космосе с Урки. То есть выносливость должна была быть в разы больше. Тем не менее, Титов очень сильно переживал то, что не стал первым. Значит, когда они с Гагарином по этому вопросу говорили, да, они все-таки друзьями были. Титов тогда сказал, что, конечно же, запомнят первого, а не второго. Ну, естественно, больше помнят Гагарину. Итак, остальные, значит, которые полетали в космосе, это Евгений Хромов и Георгий Шотик. Значит, Герман Титов. Да, не все люди из первого отряда совершили полет. Вот, например, Валентин Бондаренко погиб еще при тренировках 23 марта 61-го года. Абсолютно глупая и трагическая смерть. Космонавты проходили тренировку в барокамере. Значит, там делалось пониженное давление. Ну, и была насыщена атмосфера кислорода. Ну, и тогда, значит, Бондаренко закончил недельный эксперимент в барокамере. На нем были датчики наклеены, которые там с него пульс снимали, давление, там, другие показатели медицинские. Он эти датчики с себя снял, протер места крепления спиртом, случайно обронил ватку на электрический нагреватель, на миндальный пожар. Вот, а поскольку там двери в барокамеру тяжелые, пока его вытащили, в общем, сгорел. Герман Титов совершил полет после Гагарина 6 августа 1961 года на корабле «Восход-2» и находился он на орбите 25 часов 18 минут. Алексей Леонов, первый человек, который вышел в открытый космос, значит, это 18-19 марта 1965 года, в открытом космосе он находился аж целых 12 минут и 9 секунд и летал на корабле «Восход-2». Алексей Леонов еще известен тем, что он летал в составе первого советско-американского полета «Союза полу». Владимир Комаров, тоже очень известный космонавт, но судьба его оказалась трагичной. Значит, 12-13 октября 1964 года он летал на первом многоместном нашем советском корабле «Восход», в составе Комаров-Феортистов-Егорова, вот, погиб он при приземлении первого корабля «Союз». Подготовка корабля тоже происходила в огромной спешке, 67-й год, там, значит, на перегонке с Америкой мы двигались, и надо было срочно делать новый космический корабль. В «Союзе» много к тому времени еще было недоработано, он был сырой, у него была не отработана технология посадки. И, что интересно, дублером Комарова был назначен Гагарин. И вполне возможно, что если бы вдруг с Комаровым что-то до старта случилось, там буквально соринка бы в глаз попала, то погиб бы Гагарин. Ну, чему быть тому не миновать, Гагарин погиб при других обстоятельствах, но все равно и своей смертью. И Комаров при этом прекрасно знал, что он отправляется на смерть, потому что все космонавты, они были осведомлены о том, как происходит подготовка кораблей. То есть вот наш первый отряд, он весь был в курсе того, что делал Королев. Он их всегда ознакомливал с тем, что делал конструктор. Комаров знал, что «Союз» абсолютно сырой корабль, и он не способен к посадке. Тем не менее, раз задание дали чернила. Шел на смертью. Теперь американцы. Итак, вот это отряд «Меркьюри-7», он так и назывался «Меркьюри-7», 7 человек. Вот такие у них были футуристические наряды, в отличие от наших, все, значит, в серебре. Вот фамилия этих людей. Итак, Джон Гленн, Вирджил Гриссон, Майкл Карпентер, Гордон Купер, Дональд Слейтон, Алан Шепард и Уолтер Широ. Итак, некоторых из них вы сейчас по моей лекции уже знаете, Джон Гленн, Алан Шепард, Дональд Слейтон, он впоследствии участвовал также в программе «Союз Аполлон» летал вместе с Титом. Вирджил Гриссон трагический погиб 27 января 1967-го на мысе Канаверо. Значит, когда уже отлетали «Меркьюри», отлетали «Джемини» и начали летать «Аполлоны», вот первые «Аполлоны» тоже были далеки от совершенства. И вот 27 января 1967-го года, еще равный день в истории американской космонавтики, один из многих, на мысе Канаверо случайно заработали двигатели просто при тестах. То есть космонавты должны были просто погрузиться, отработать какие-то действия в этом «Аполлоне» на стартовой площадке. Заработали двигатели и произошел пожар. В общем, сгорели все трое. Гриссон, Чаффи и… Господи, забыл третьим. Итак, значит, далее еще одна веха в космонавтике 15 июля 1975-го года. Конечно, в этой лекции все обговорить просто невозможно, но раз у меня вот такое вот выстроенное соперничество между Советским Союзом и США, то заканчивать надо все-таки на радостном. Значит, когда наши объединились. Итак, первое объединение состоялось вот именно 15 июля 1975-го года. Проект «Союз Аполлон», называется он «ЭПОС», то есть «Экспериментальный полет Аполлон-Союз». Это была первая международная стыковка космических кораблей. Задача была достаточно сложная, потому что вот и сейчас, между прочим, американцы работают по своим стандартам, мы работаем по своим стандартам. А здесь нужно было сделать так, чтобы две державы, которые вроде конкурируют друг с другом, сделали на двух кораблях возможной стыковки, то есть должны были быть общие какие-то стандарты. И вот это нашим американцам удалось сделать. Сделан был стыковочный модуль на корабле «Союз-19» и вот специальный стыковочный модуль на корабле «Аполлон». Обратите внимание, значит, «Союзы» у нас все были всегда с индексами, с номерами, да, порядковые номера по времени полета. «Аполлоны» тоже были с номерами, но вот этот «Аполлон», поскольку он изначально предполагался для орбитального полета вокруг Земли, а не для полета на Луну, у него не было лунного модуля, поэтому он был без номера, просто «Аполлон». И, значит, вот экипажи. Томас Стаффорд – командир корабля от Америки, Венс Брандт – пилот командного модуля, Дональд Слейдом – пилот стыковочного модуля. Вот это троица. И наши – Алексей Леонов и Валерий Кубасов – «Мортен Жильер». С «Союзом» нашим Алексей Леонов. Вот это вот эмблема того первого совместного полета. Завершение. Значит, вот такой заголовок. Есть ложь, есть наглая ложь, есть статистика. Итак, вот здесь приведены такие замечательные диаграммы по годам. Года, может быть, просто вот здесь 57-й год, вот здесь 2012. Итак, значит, у нас здесь есть четыре кривые. Вот красненькая. Так, ну-ка, сейчас я помню еще вот здесь черный. Значит, это процент неудач в Советском Союзе, синенькая процент неудач в США. И вот этим вот пунктиром показано абсолютное количество полетов в России и в Америке. Здесь мы хорошо видим, как у нас Россия благополучно процветала в середине 20-го, ну, 70-х, 80-х годов 20-го века. Потом у нас пошел спад. Вот. Вот. Но вот тут у меня мнение, что после развала Советского Союза Россия космическую программу благополучно слила, и космические полеты осуществлялись гораздо хуже, чем у других государств. Как видно из этой диаграммы, на самом деле это не так. То есть, если вот это наша красная кривая от полета уже российских кораблей, а вот это запуски американских. По общему числу мы видим, что цифры примерно одинаковые, ничего не происходило. А вот если посмотреть на процент неудач, то США в начале процент очень близок к 100. В России же все было гораздо лучше в том времени. Ну, и, наконец, заканчиваю лекцию замечательным изречением Константина Эдуардовича Солковского, что Земля — это колыбельское человечество, но нельзя оставаться в колыбели вечном. Ну, пожалуйста, давайте... Дорогие друзья, если к накладчику будут вопросы, давайте вы их зададите позже, потому что как минимум он целую ночь с нами останется.